Всем привет! У нас сегодня выходной день, и вы меня сегодня видите через линзу моего новогоднего подарка. И да, мне Серёга подарил наконец-то экшн-камеру. Моя давняя мечта. Сегодня у меня в планах убрать в квартире всё и украсить её, потому что скоро Новый год. Сегодня мы собрались с сестрой пойти погулять. Вернее, наконец-то доехал до Софиевской площади, там где установили нашу ёлочку. Но погода сегодня навка, скажем, странная. Льёт просто жёсткий дождь, я забыла зонтик, и резко посыплела, да, это снег. Надеюсь, когда я выйду с ветром, всё, вызунется и дождь перестанет. Мы нормально хоть один день погуляем по городу, заодно я вам покажу наш киев. Представьте, решила сегодня первый раз за очень-очень длительное время сделать себе маникюр гирлаками. Ну, конечно же, дома. Практически все цвета я поддавала сестре, потому что, ну, как бы я этим давно не увлекаюсь, остался у меня только вот только вот сиреневый с блёстками, ну, более-менее нейтральный, скажем так. Думаю, ну, это оно. Сейчас как раз попробую вот те наклейки, которые мне пришли с Алиэкспресс. Помните, такая переводная фольга, и как раз на днях буквально я в посылке нашла ту баночку уже с снежинками. В общем, та тематика зимняя, которую я также дала. Под видео с распаковкой писали мне в комментариях, что просто нанести гель-лак и потом, не снимая липкий слой, нанести вот эту вот фольгу, и она переводится. Попробовала я так, ничего не получилось, естественно, он всё соскальзывает, рисунок не переносится, полезла я в интернет. Именно в комментариях к этому товару на Алиэкспресс написано, что можно его наносить на топ, и потом хорошо снимается рисунок. Но нет, это тоже не помогло, всё просто прилипло, скользило, отпало, и в общем, вообще ничего. Только потом уже я углубилась в вопрос, и оказывается, там нужен какой-то специальный клей. В общем, у меня получился очень обычный маникюр, но вот честно скажу, я бы не наносила этот гель-лак вообще, если бы не Новый год, потому что я знаю, что я буду очень много готовить, убирать, и придётся часто перекрашивать ногти. Вот так вот. Сейчас я жду, пока у меня разморозится мясо, и я пойду готовить ужин, Серёге. Хочу попробовать сделать отбивные. Я уже отбила мясо, поперчила, посолила, сейчас добавлю немножко травок, специи, и ставлю на тушение на 20 минут. Параллельно буду готовить Серёге любимый салат, который я попробовала только у него, никогда больше раньше не видела до этого. Короче, нам понадобятся шампиньоны, я сразу взяла нарезанные, мне сейчас нужно слить с них воду и пожарить. Да, я знаю, что случится стрёмно, но поверьте, это будет вкусно. Субтитры сделал DimaTorzok Вот не поверите, я сейчас специально вылезла с кровати, для того, чтобы вам записать этот маленький кусочек видео, потому что под прошлым видео с распаковкой я увидела комментарии о том, что, блин, ты же бьюти-блогер, какие распаковки, снимай что-нибудь годное, в общем, делай годный контент. Но всё дело в том, что есть такая штука, как YouTube Analytics, вот, и он мне показывает очень отчётливо то, что видео с распаковками смотрят больше и чаще всего, чем те видео, над которыми я потею, над которыми я работаю, ищу информацию достоверную, пытаюсь всё выложить максимально понятно, максимально доступно, но при этом не скучно. Парадокс в том, что над теми видео, над которыми я работаю больше всего, это несколько дней, иногда я подготавливаю информацию просмотров меньше всего, а видео с распаковками смотрят все. Вот и весь секрет, почему так, я честно не знаю. Стараюсь, вот, серьёзно, очень стараюсь искать для вас интересную информацию в плане макияжа, технику нанесения и так далее, но, к сожалению, получается, что это никому не интересно. Продолжение следует...